Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов. Смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим о журналистике и предпринимательстве. У нас сегодня в гостях интересный человек, эксперт Андрей Шамрай, генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр». Здравствуйте, уважаемый Андрей. Здравствуйте. Мы все вас знаем, потому что вы были генеральным директором журнала «Эксперт Северо-Запад». Расскажите, что изменилось в вашей жизни, в карьере, почему вы поменяли место работы, как это произошло и чем теперь занимаетесь, какие обязанности? Ну вот в этом году правительство нашего города доверило мне руководить большим предприятием, которое называется «Петроцентр». Это большой информационно-издательский центр. И, собственно говоря, я, конечно, с большим удовольствием принял это предложение. Какие издания входят? В настоящий момент большую часть нашей деятельности занимает, конечно, издание главной городской газеты, бесплатной, которая раздается для жителей города в метро и в каких-то социально активных местах. Это петербургский дневник. Ну вот прямо могу задать вопрос, потому что поймал сейчас на информационной ленте новость о том, что какой-то процесс, какая-то ситуация возникла в связи с тем, что депутат Марина Шишкина решила провести проверку и узнала о том, что у вас нет лицензий. Ну, на самом деле это не так. У нас есть все лицензии. Если Марина Шишкина сделает эту проверку, то она, конечно, убедится в том, что все эти лицензии есть. Это, собственно говоря, либо оплошенность наших коллег, журналистов, кто об этом написали. Ну, хочется на этом остановиться. Будем считать, что это оплошенность. Ну, а каков тираж газеты? Газета издается тиражом 150 тысяч экземпляров каждый день. И в пятницу газета издается тиражом 200 тысяч. И выходит уже снабженная такой более такой воскресно-субботней информацией. Расскажите о редакционной политике. То есть, о чем пишете, какие есть рубрики, чем интересна газета. Главное, что мы стараемся отразить в нашей газете, донести до читателей, это жизнь города, жизнь нашего пятимиллионного мегаполиса. То, что может интересовать практически каждого жителя нашего Петербурга. Это деятельность правительства, деятельность районов, работа наших служб и ведомств по обеспечению нормальной жизни наших жителей. Это городские события всех уровней. Участвует ли город в международной жизни? Это федеральные, российские какие-то мероприятия. Это городские события вплоть до районного уровня. Все, чем может интересоваться житель нашего города, чтобы понимать, что вокруг него происходит. И, собственно говоря, как функционирует город. Это основное содержание нашей газеты. Расскажите, как готовится газета к выпуску? То есть информацию, откуда вы черпаете? Вы работаете с пресс-службами. Вам всегда официально присылают все релизы, пресс-релизы, пост-релизы. У нас есть редакция. Это достаточно большой коллектив. Его возглавляет главный редактор. Это достаточно опытный журналист Алексей Дементьев. Он прошел школу работы с ежедневными газетами уже до этого. И организовал, собственно говоря, действующую, активно действующую редакцию, у которой есть свои корреспонденты, и которая взаимодействует и с пресс-службами, как вы говорите, и городскими, и районными, и со специальными службами, которые занимаются отслеживанием ситуации в городе. Это могут быть какие-то неожиданные события, вплоть до ленты криминальных новостей. Специально создана для оперативного отражения происходящего в городе специально создана ночная бригада, которая дежурит и внимательно следит, и выезжает на место происшествия, если такие случаются за ночь. И на утро это появляется и в газетах, и в электронной версии нашей газеты на сайте Петербургский дневник. Так как вы недавно заняли эту должность, скажите, какие у вас планы по развитию издания? Продолжать развивать издание, делать его нужным, важным, потому что у нас есть постоянно действующая горячая линия, мы получаем обратную связь от жителей нашего города, мы определяем, какие вопросы для них становятся более интересными, более важными, более насущными, и стараемся в этом направлении развивать, собственно говоря, содержание нашей газеты. Поэтому это очень большой пласт работы. В этой газете практически в таком формате газета работает примерно полтора года, поэтому мы еще находимся в таком возрасте становления юношеском. Какие вопросы, как вам кажется, являются сейчас наиболее важными, насущными? Вы знаете, очень много читателей, конечно, интересуются вопросами, связанными с ежедневной жизнью, с ежедневной жизнью горожанина. Это как большое количество вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Это большое количество вопросов, связанных с социальными какими-то моментами, с обеспечением каких-то социальных нужд наших читателей. Конечно, вопросы, связанные также еще и с жизнью города, с событиями, которые происходят в городе. Это какие-то бывают даже советы, рекомендации, как сделать что-то удобнее в жизни горожанина, благополучнее и комфортнее. И на эти советы, конечно, мы стараемся реагировать и отражать это и в содержании, и в работе «Горячей линии», которая работает у нас. «Горячая линия» имеется в виду, что можно позвонить и сообщить какую-то новость? Можно позвонить, сообщить о какой-то проблеме, которая существует. Можно позвонить и высказать какую-то рекомендацию, как решить ту или иную городскую проблему. А когда газеты, город — это сложный достаточно организм и достаточно сложная система. И любые советы, особенно если они когда собираются таким способом, через такую массовую газету, естественно, это представляет из себя некий социологический поток информации, который можно делать достаточно большое количество выводов для того, чтобы совершенствовать управление таким мегаполисом, как Петербург. Андрей, ну вот если на «Горячую линию» поступит сообщение, и гражданин расскажет о какой-то проблеме и ситуации, и обвинит в этом местные власти, то есть вы в газете «Петербургский дневник» имеете возможность критиковать? Конечно. Конечно, собственно говоря, ведь газета сделана для чего? Она сделана, создана правительством для того, чтобы было легче управлять городом. Понимаете, для того, чтобы управление городом было эффективнее. Оно не сделано для того, чтобы, там, с какими-то пропагандистскими целями. Нет. Правительство города заинтересовано в первую очередь в том, чтобы горожанин был удовлетворен жизнью города, функционированием всех городских структур. Это очень важный момент, да, вот, его надо очень четко понимать. Поэтому правительство города в первую очередь заинтересовано в том, чтобы все какие-то возникающие проблемы, вопросы, они были, во-первых, не замалчивались, во-вторых, они находили бы свое решение. И газета для этого – это очень удобный, эффективный инструмент. Скажите, а вот какова сеть распространения газеты? Где ее можно почитать, получить и почитать? Кроме правительственных заведений, в которых, само собой… Значит, газета раздается практически на каждой станции метро. Вот, ее достаточно быстро берут. Вот, каждое утро вы можете подойти примерно с 8 часов до 10 часов, потому что это как раз главный поток, когда работающее население Петербурга добирается до своих рабочих мест. Установлены специальные стоки, вы можете подойти в любой… вот в этот период в основном. Потому что, ну, естественно, там уже, читаем, к 11-12 газета уже заканчивается, потому что мы все-таки имеем тираж 150 тысяч. Может быть, естественно, его не хватает на все население, но мы будем, как бы, совершенствовать систему распространения и делать ее более широкой. Газеты распространяются в вузах. Там, вот, 10-15 наиболее больших вузах города. Я сейчас не буду называть их все названия, но это самые вот… самые большие вузы. И там, собственно говоря, нашими читателями являются, конечно, в основном молодые граждане нашего Петербурга, жители нашего Петербурга. Те, которые, собственно говоря, это студенчество и преподавательский состав. Газеты распространяются в тех… в районах, в тех местах, где максимально вот посещаются население. Да, это медицинские районы, учреждения, это социально значимые вот места, такие, как вот в районах администрации, куда наши граждане приходят за каким-то получением услуг, да, там, или там, оформлением каких-то документов. Поэтому сеть распространения гарет, она достаточно широкая, и мы стараемся охватить все сектора, вот, аудитории. Газету также читают жители города, которые часто ездят по служебным делам в Москву. Она распространяется в вагонах поезда «Сапсан», ну, и также на самолетных рейсах между Петербургом и Москвой. Андрей, а вот как Вы в целом оцениваете состояние дел в области печатных СМИ в городе? У многих журналов сейчас возникают сложности, говорят о том, что печатные тиражи сокращаются, переходят в интернет. Планируете ли Вы развивать интернет-портал газеты «Петербургский дневник»? Ну, говоря о том, что тиражи печатных СМИ сокращаются, Вы понимаете, здесь, наверное, надо рассматривать каждый отдельный случай. Потому что, вот, мне кажется, тенденция значительно, она как-то сложнее, чем мы можем вот просто объяснить, все в печатной сфере сокращается, все уходит в интернет. Нет, это не совсем так. Например, исследования показывают, социологические исследования медиаэкспертов показывают, что, например, такая газета, как «Петербургский дневник» и, скажем так, другие газеты, работающие в этом секторе, это, я имею в виду, бесплатные газеты, многотиражные бесплатные газеты. Это инструмент значительно более эффективный, чем интернет. Потому что вы представляете, да, что интернет – это, как я иногда говорил, книга или журнал с бесконечным количеством страниц. Это здорово, конечно, это все очень удобно, когда вы ищете там конкретную информацию. А когда вы хотите получить срез событий сегодняшнего дня или какой-то вот не по вашему запросу информацию, то ничего не бывает эффективнее, чем то издание, которое дадут вам в руки или вы сами возьмете, когда вот сядете либо в вагон метро, либо там в вагон поезда, либо возьмете с собой и принесете на работу. И покажете, прочитаете сами и покажете своим заслуживцам. Это вот эффективность этого канала, она сравнима, наверное, только с телевидением, но телевидение, он более затратенный канал в том смысле, что он охватывает значительно больше сегмент аудитории, чем он нужен для тематики того или иного предмета, о котором там рассказывается. Я не говорю о нишевых каналах, которые там сейчас очень часто появляются, благодаря тому, что телевидение становится цифровым, появляется кабельное телевидение. Я говорю о каналах, собственно говоря, новостных, информационных, содержащих информацию общего интереса. Вот такого вот. Поэтому говорить о том, что печатные СМИ сокращаются, тиражи, ну, это не совсем правильно. То есть здесь надо рассматривать, наверное, каждый источник, каждый журнал, каждую газету отдельно. Конечно, сокращаются, очень активно сокращаются тиражи тех так называемых, в общем-то, газет, основное содержание которых занимала публикация объявлений, так называемых классифайдов. Конечно, интернет здесь достаточно сильно вмешался в этот процесс и сделал так, что если вы хотите разместить свое объявление о продаже, не знаю, там какой-то книжки или там старой мебели, то интернет, конечно, в этом смысле значительно более эффективный инструмент. Скажите, ну вот газеты «Петербургский дневник», есть ли у нее такая цель быть окупаемой, самоокупаемой? Размещается ли, вот у меня в руках газеты «Петербургский дневник», существует ли здесь реклама? Значит, главная задача... Я не вижу почти рекламы никакой. Нет, главная задача... Мало. Газеты, это, собственно говоря, как я сказал, это ее социальная задача, это информирование о жизни города. Поэтому информация здесь, она не выстраивается под рекламодателя, в первую очередь, она выстраивается с точки зрения информирования о сегодняшней жизни, о сегодняшней и завтрашней жизни, о проблемах, о которых, в общем-то, важно знать каждому читателю, но она не выстраивается, исходя из интересов некого рекламодателя. Да, потому что, в общем-то, у нас информирование горожанина – это главная социальная задача издания. На это государство, на это правительство нашего города выделяет средства, и эта задача решается. Но поскольку у газеты есть еще другие расходы, на которые правительство не может выделять деньги по определению, не может выделять субсидии, это и техническое обеспечение, это и обеспечение каких-то логистических потребностей, это и обеспечение общего управления газетой, то есть, как вот есть административный аппарат. Поэтому на все эти средства мы должны находить, изыскивать деньги. Это и является деньгами рекламодателя, которые размещают рекламу в нашем издании. Недавно посетил российско-германскую конференцию «Круглый стол» по СМИ, и там руководитель, директор газеты «Известия» Владимир Мамонтов говорил о том, что он пока сам, по-моему, не очень верит в коммерциализацию через продажу контента на сайтах. То есть, шла речь о том, что порталы часто создают для того, чтобы иметь закрытый доступ, и те, кто покупает там абонемент, или покупает определенную подписку, они получают контент, но платят за него деньги. И Владимир рассказывал о том, что он пока в интернете сам заплатил только всего лишь за пару песен, которые он скачал с какого-то сайта. А так, при том, что он достаточно состоятельный человек, он пока сам не покупает такой контент. Я у Владимира обязательно при встрече рассчитываю увидеть его в понедельник. Обязательно спрошу, что это за песни такие, за которые он заплатил деньги в интернете. По-моему, одна из них, Пола Маккартни. Ну, наверное, да, с последнего диска. С последнего диска, да, я согласен. Хотя, в общем-то, она тоже является в свободном доступе. Я ее уже слушал запросто. Но, понимаете, вот это все зависит от, может быть, пока личного опыта, да, каждого вот эксперта, который высказывает свои ощущения на этот, как бы, счет. Я, например, уже плачу в интернете фактически за контент, да, потому что многие журналы, на которые я подписывал, подписываюсь достаточно давно уже, и которые являются, ну, хорошими качественными журналами, я перестал покупать на них подписку или покупать их в киосках, потому что мне удобнее, например, получать их, вот, читать их в электронном виде на том же айпеде. И, собственно говоря, у меня там скапливается большая библиотека. Я всегда могу воспользоваться любыми вот номерами, которые когда-то были. Там они, собственно говоря, приобретенные мной, остаются там навсегда, там, благодаря облачным технологиям. Вот, поэтому вот фактически я уже плачу за контент, да, то есть, с одной стороны, я всегда покупал это, и у меня скапливались топки бумажных журналов, теперь у меня все это умещается в айпеде толщиной, там, 4 миллиметра. Вот, на самом деле, вот это можно сказать, да, я уже за это плачу, да, вот, и поэтому говорить о том, что вот коммерциализация не получается, мне кажется, все-таки это не совсем правильно. Вот, и мне кажется, что это направление будет развиваться, потому что, может быть, даже в этом, этим объясняется, частичное какое-то падение тиражей хороших бумажных изданий, особенно, вот, связанных, как бы, с хорошим, дорогим контентом, да, потому что, ну, мы продолжаем читать это все, а возить с собой эти журналы, там, или там, где-то их хранить, ждать, когда наша почта России, которая, мне кажется, что почта не России, а какой-то враждебной страны, доставит нам их с опозданием на неделю, на две, понимаете, это уже, как бы, неправильно. Мы их, я, например, журнал один, не буду называть его названия, который выходит в понедельник, я получаю его уже в субботу. Кстати, какие журналы, какими СМИ вы пользуетесь сами для того, чтобы формировать представления по современному информационному полю? Ну, я читаю вообще федеральные еженедельники, это очень хорошие, известные журналы издательского дома, «Эксперт» издательского дома, «Коммерсант», это хорошие журналы о путешествиях, которые всегда очень хорошо иллюстрированы, и мне доставляет большое удовольствие смотреть эти фотографии, сделанные профессиональными фотографиями из различных частей света, да, и сегодняшняя техника позволяет это делать вот легко, и, собственно говоря, не рубя лес и не превращая лес в бумагу, бумагу в журналы, журналы там в предмет доставки до вашего дома, поэтому вот это как бы вот путь, он, да, он в какой-то степени, наверное, сокращается. Скажите, но вот петербургский дневник уже можно просматривать в электронном виде? Да, конечно, вы можете открыть наш сайт петербургского дневника и получить информацию даже большую, чем вы получаете на газете, потому что газета имеет определенное, да, конечное количество страниц, определенный объем, да, вот сайт, он представляет еще дополнительные услуги, там, в том числе диалог, там, по горячей линии, это и новости постоянная новостная лента, и, собственно говоря, вы получаете картину дня города, страны и мира. Скажите, а какие еще издания входят в работу Петроцентра? Вы знаете, в наших планах есть развитие дополнительных изданий, которые бы встали в одну линейку с газеты «Петербургский дневник», но вот в настоящий момент эти планы находятся в состоянии реализации, я готов вам о них уже рассказать и показать, ну, на нашей следующей встрече, если вы меня, конечно, пригласите. — Конечно. То есть они проработали. — Да, они в состоянии сейчас как раз в выпуске. — Ну вот, а журнала газета, по-моему, «Фотохроника». — Да, это замечательная придумка, она была, как бы, реализована несколько лет назад, вот, и это такой, как бы, вот, фотоиллюстрация жизни города. То есть основной упор был сделан на то, что это хорошие фотографии, которые бы давали бы срез вот основным событиям, произошедшим в городе, там, скажем, за месяц, да, вот такие вот фактически очень высокого, достаточно высокого художественного уровня снимки. Вот, то, что, к сожалению, сейчас в силу вот каких-то причин уходит из печатной прессы, да, то есть вот фотографии, хорошие, качественные фотографии, их все реже и реже находишь вот в печатной прессе. Я, здесь существует много причин на этот счет, но мне кажется, это неправильно. Вот, поэтому вот фотохроника — это действительно попытка сделать, вернуть в печатные СМИ такие вот, такие жанры, как фоторепортаж, фотоиллюстрация, фотография дня. Вот это очень важный момент, и он хорошо рассказывает в наглядной форме о том, что в городе происходит, и вот мы для этого, собственно говоря, это и делаем, это хороший, доступный информационный канал для наших читателей. — Планируется ли увеличить тираж газеты, возможно, но вот если вам удастся хорошо защититься, да, после этого случая с заявкой на отсутствие лицензии и обвинением вас в том, что 600 с чем-то миллионов рублей, они были потрачены в бюджет этой газеты и нескольких еще других зря на СМИ, у которой нет лицензии, но у вас же она есть, да? — Да, я так понимаю, что вот к нашей деятельности такое внимание прикованного уже появилось в сумме 600 миллионов рублей, ну, хорошо, мы не защищаемся, просто мы делаем свое дело, у нас для этого есть все основания, и мы делаем его очень хорошо, качественно и правильно. — Вот что бы вы хотели в завершении программы тогда пожелать нашим телезрителям? — Читайте нашу газету, если хотите знать, что происходит в городе. Читайте и присылайте нам свои пожелания, свои рекомендации, советы. Критикуйте нас, если вы считаете, что мы в чем-то неправы. Любое мнение наших читателей будет для нас очень дорого и полезно нам для того, чтобы мы могли сделать газету более интересной и более полезной вам, дорогие петербуржцы. — Спасибо, уважаемый Андрей, спасибо, уважаемые телезрители. У нас в гостях был Андрей Шамбрай, генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр». С вами был Анатолий Кутузов. Смотрите программу «Время действуй» и действуйте. До свидания. Продолжение следует...